Вот, сейчас небольшой мастер-класс по поводу того, как делать подготовительные такие кроки, эскизы для пейзажей, ну вообще, в принципе, для любых жанров. Как я обычно их делаю, сейчас я покажу. Значит, многие берут просто сразу на весь лист, компонуют, делают большую композицию, на это очень много времени тратят. И потом ее подвинуть невозможно, то есть уже рамки замкнутые получаются. А я делаю маленькие эскизы и без рамки сначала, и потом уже в рамку это все вставляю, так удобнее гораздо. Причем очень сложно иногда придумать красивую идею какую-то интересную, потому что человек начинает идею картины делать через какие-то объекты, пытается объекты нарисовать. А надо сначала не объекты рисовать, а просто схему композиционную, в которой вы будете стараться использовать самые важные принципы компоновки и композиции картины. Вот, сейчас я немного здесь по поводу этого как раз и объясню, что один из самых основных принципов композиции картины – это трехкомпонентность, когда вы используете разные три величины объекта, например, там крупные, средние, мелкие. Вы также можете использовать трехкомпонентность в тонах, то есть светлый, средний, темный, в поворотах каких-то объектах, вертикальный, там горизонтальный, под наклоном. И вот если вы используете по три разных элемента, по три разных направления, по три разных тона, у вас картина, она наиболее гармоничная получается. Ну вот, например, вы берете какой-то объект, если у вас какой-то крупный объект, какой-то там средний объект и какой-то маленький объект, какой-то маленький объект. Это уже более гармоничная композиция, чем композиция, в которой присутствуют одни, например, средние объекты, какие-то вот такого размера. Вот, здесь больше гармонии. И вы уже компонуя вот эти вот объекты, потом их пытаетесь в дальнейшем как-то в рамку вставить. И вы смотрите, какая рамка подходит к этому набору элементов, там узкая или более широкая. И таким образом вы, если вам что-то не понравилось, вы можете эту рамку легко увеличить там, или наоборот уменьшить, или формат изменить. То есть надо обязательно оставлять поля вокруг вашей композиции, чтобы была возможность двигать эту рамку. Вот. Но как дальше это идет? То есть, причем вот эта трехкомпонентность, я еще забыл сказать, что она связана с очертанием элементов. Ну, в общем-то, ее можно привязать к любым, там, таким моментам. Ну, что я хотел сказать, что есть какие-то очертания округлые, есть очертания, там, не знаю, прямолинейные какие-то, есть очертания более изломанные такие линии. Вот уже три типа очертаний у вас будет давать большую гармонию, чем два или один тип очертаний в картине. Вот. Ну, попробуем от абстракции идти и привязать ее в итоге к реальности какой-то. Как это технически делается? Я беру, например, просто инициирую работу, неважно, я ни о чем сейчас не думаю, просто делаю пятно. Просто делаю какое-то пятно. Оно у меня темного тона, довольно большое, наверное. Ну, в принципе, в контексте картины оно может поменяться, оно может и маленьким выглядеть. Но здесь я представляю, что оно у меня будет большое. Потом я делаю, например, какое-то среднее пятно из другого типа линий. Еще одно пятно у меня будет, ну, мне хочется вот совсем большое сделать. Значит, это уже становится средним. Беру его среднего тона какого-то делаю. Прям конденски, Алена. Вот. Какого-то среднего тона делаю. И какие-то мелкие объекты, ну, например, такие какие-то светленькие, да, маленькие. То есть у меня вот уже получается разнообразие композиции. Здесь разные наклоны. Получается вот один наклон, второй наклон. Ну, вот еще круговая линия. Можно еще какой-то элемент горизонтальный где-то сделать. Или чуть-чуть там под другим наклончиком. Вот такой вот, например, где-то здесь. Я стараюсь в этой совершенно абстрактной композиции просто сгармонизировать эти пятна. Просто их расставить таким образом, чтобы они были уравновешены в рамках вот этой композиции. Чтобы был какой-то там акцент в них. Какой-то вот, ну, я могу сюда, например, что-то добавить. Какой-то, сакцентировать. Какой-то вот кусок совсем более темный. Вот сюда вот добавить. Он у меня будет смотреться главным элементом в картине. То есть, вот такой вот, ну, треугольник, например, какой-то. И теперь я смотрю... Это у меня еще композиция не введена в рамку. И теперь я смотрю, как я могу сделать здесь рамку. Ну, здесь вот прямо вписывается в какой-то квадратный формат. И я, соответственно, думаю, где я могу обрезать эту композицию. Могу обрезать как часть элемента, например. Могу ниже сделать. Могу сделать... Вот, чуть-чуть сдвинуть. Например, хочу я, чтобы у меня главный элемент был в точке золотого сечения. На одной трети приблизительно. Ну, значит, тут где-то вот здесь какой-то акцент. Значит, я рамку, соответственно, могу сдвинуть таким образом, чтобы у меня главный элемент оказался на золотом сечении. Композиционном. Вот у меня получается вот такая совершенно абстрактная композиция. Здесь сейчас я ее могу дополнить. Вот я смотрю, там она у меня не очень уравновешенная получилась. То есть у меня с одной стороны много, а с другой стороны мало. Я могу вот с этой стороны что-то добавить для равновесия картинного. Ну, вот я не знаю. Может быть, что-то... Какой-то вертикальный элемент. Не очень большой. Вот сюда. Вот он у меня пойдет вот здесь. Вот эта масса внизу будет чуть потолще, чтобы по диагонали равновесить эту крупную массу здесь. Хорошо. У меня получилась совершенно абстрактная вещь. И теперь эту абстрактную вещь можно попробовать перевести уже в реальность. То есть добавить фигуративности сюда. Здесь все что угодно может быть. Вот я, например, я начинаю ее крутить, поворачивать. Ну, например, вот так вот, да? Я смотрю. Вот у меня получается какой-то эффект. Я, например, вижу городской какой-то пейзаж здесь. Вот у меня дом, например, темный какой-то. Солнце там, я уж не знаю, заходит. Или что-то еще, какая-то планета в небе. Я, начиная уже на этой абстракции, пытаться доделать какие-то элементы немножко, чтобы они были нам узнаваемы. Ну, скажем, этот дом, я могу его доделать как какую-то башню. Вот здесь вот я могу тоже. Такие-то элементы. Окна, например. Вот эти квадратики будут. Вот это вот у меня будет, ну, край окна, например, может быть. Это, вот этот черный элемент. Это может быть там какой-то кусок какого-то предмета, который на подоконнике, например, стоит. Но я могу еще доделать. Например, букет цветов будет. То есть вполне этот треугольник может в картине служить как элементом какого-то растительного такого, растительного узора, там, цветочка. Вот я смотрю, вот у меня там добавляю немножко там стебелечков каких-то. Вот здесь у меня какая-нибудь вазочка куда-то туда уходит за край немножко. Может быть здесь какие-то еще элементы будут, которые я могу сделать, добавить. То есть я начинаю уже создавать композицию более реалистичную из абстрактной. Она пока еще не совсем реалистична, но здесь уже можно узнать, что это город, да. Вот это я могу сделать все, что угодно вот из этого. Может быть это стена дома какого-нибудь соседнего. Значит я могу это добавить. То есть мне нужна какая-то основа, базис, на которую я надстраиваю все дальнейшие свои действия. Вот там дома, например, здесь какой-то. А здесь там какое-нибудь дерево. Ну не знаю, не обязательно. Я смотрю, чтобы все мне подходило. Кстати, очень важный момент в процессе создания композиции, в процессе работы над вообще композицией и живописью, и рисунком. Уметь абстрагироваться от того, что вы рисуете. Например, не зацикливаться на том, что вы рисуете, например, дерево какое-то. Да, если вы будете думать о том, что это дерево, то оно у вас всегда будет очень условным. Там зеленым, столы коричневые. А если вы забудете, что это дерево и будете рисовать просто как какой-то объект, то вы сможете с большей легкостью отказаться от этих шаблонов, которые у нас просто в голове встроены непосредственно. Вот. И вот у меня получилась композиция, которая уже заведомо уравновешена, потому что я ее уравновесил в абстрактной форме еще. Я сделал здесь разные элементы, добавил разные формы, разные тональности, и она у меня более-менее гармонична. То есть я ее могу использовать так. Я могу ее перевернуть вообще вот таким вот образом. И у меня возникает другая какая-то композиция. Ну, я могу представить, что это тоже какой-то городской пейзаж. Ну, вот здесь вот дерево. Я добавляю элементов, которые дают предметам узнаваемость. Ну, в данном случае стволы деревьев. Вот у меня как будто вид сверху получается с балкона, например, с какого-то, на какую-то там детскую площадку между домами городскими. То есть вот какая-то тема возникает. Я могу что-то добавить, что-то изменить. И у меня добавить какие-то узнаваемые элементы, как дорожки, например, между домами. Там здесь какая-то детская площадка. У меня получается уже вот такая вот композиция, которая может быть городским пейзажем. Переворачиваю это так. Она у меня сгармонированная сама по себе. И так тоже можно что-то увидеть, какие-то элементы. Ну, например, вот здесь элемент фантазии какой-то должен быть. Мне кажется, что это лодки, например, стоят. Какие-то вот они, носы такие, выделяются. А здесь там мачты, предположим, будут какие-то вот они. Сейчас сделаю канаты. Вот у меня уже сделаю отражение в воде. И у меня корабли на пристане стоят. А там дальние острова какие-то будут. Вот. Отражение в воде такое светлое солнце, например. Здесь там какая-нибудь фигурка человека стоит на корабле. Вот. И у меня получается вот такая вот совершенно новая композиция. Но она будет опять же уравновешена. Ну, я добавил каких-то элементов. Вот. Она будет опять же уравновешена, эта композиция. Потому что в абстрактном смысле, по пятнам, она изначально была уравновешена. Вот так вот можно идти к композиции. Потому что если вы идете от сюжета, от какого-то в рисунке, вы постоянно не можете до конца решить, что вам надо сделать, как вам надо это сделать. А когда вы делаете от абстракции, вы инициируете само движение ваше вперед с помощью совершенно абстрактных элементов. И потом наслаиваете на эти элементы уже свое какое-то восприятие. То есть из одной композиции, фактически, по пятнам, можно выжать бесконечное количество всяких вариаций. Ну, вот так вот. Спасибо. Спасибо.